Итак, всем привет, с вами Добгай. Начинаем мы новое прохождение Виктории 3 за Россию. Сторона очень интересная в том смысле, что у нас очень низкая грамотность, очень бедное население, законы у нас приняты неприятные, крепостное право у нас, которое, конечно же, стоит отменить, еще много других законов тоже стоит поменять нам, но самое главное, нам нужно как-то бороться с безграмотностью в нашей стране. Это очень важный фактор в этой игре, и как только мы сможем отменить крепостное право и провести образовательную реформу, наша страна не начнет нормально развиваться. Тем временем, заказал я уже постройку себе строительных секторов в Москве, будем застраивать сначала Москву, потом я посмотрел по населению, Киев, скорее всего, ну и потом дальше по регионам. Плюс, видите, поставил указ на дорожную службу, она поможет с инфраструктурой первое время, плюс быстрее там все будет строиться, то есть быстрее мы централизируем здесь всю промышленность. Сделал я некоторые также в бюджете изменения, повысил налоги, уменьшил зарплаты, они добавили дополнительные дебафы за уменьшение зарплат, но это все еще пыль на самом деле, потому что престиж нам не нужен, не помогает нам экономически развиваться на самом деле. И ввел немножко потребительских налогов, посмотрим, возможно, я их отменю, возможно, добавлю еще, просто сроковое удовереждение нам тоже нужен, и нужно нам потихоньку законы продвигать. Начнем мы с попытки поставить профессиональную армию, но на самом деле просто нам нужно избавиться от крестьянского ополчения, нам нужно как можно больше убрать их политической власти, потому что если мы посмотрим сюда, у них 39,5. Сразу то, что мы можем сделать уже, это поувольнять различных генералов и адмиралов. При этом надо понимать, что мы хотим все еще оставить у них одобрения не меньше 10, потому что тогда они выйдут из правительства и наши законы приниматься вообще не будут. Так что потихоньку мы будем также увольнять здесь генералов и адмиралов. В том случае поехали. Увольнял я еще парней, самое главное, чтобы не было минус 10. И как можете видеть, факторы снижаются одновременно, то есть теоретически чем раньше мы их всех подставляем, тем раньше эти дебафы исчезнут. Следовательно одновременно их отставлять нормально, но надо понимать, что и дебафы их складываются от дебаф на одобрение, так что за ним надо следить аккуратно. По технологиям, кстати, мы идем просто к железной дороге как можно раньше, потому что мы централизированно строим все наши задания, следовательно инфраструктурой будут некоторые проблемы, но мы это починим. ВВП мы пока расти особо не будем, это нормально. Кроме того, я тут импортирую инструменты и железо с каких-то различных рынков. Допустим, там из Сына, из Британии. Я думаю, мы можем Кавказ подзавоевать, пока она все равно без счастья полная. Избавиться от этих главов. Лог проклано плохой ивент, можем просто сразу отметить, потому что толку ждать нет. И попробуем профессиональную полицию поставить. Здесь уже шансы такие, ну, уверенные. Детворянское собрание одобряет эту реформу, следовательно, мы что можем? Уволнять у них еще различных ребят. Вот так получается минус 6, у нас минус 3 здесь. И еще вот этот парень. Нет, этого парня мы не можем прямо сейчас уволить. А вот этого вполне себе. Нужно пока еще чуть-чуть спадет дебаф. Уволим следующего. Кстати говоря, мы тут поддерживаем промышленников и интеллигентов, потому что именно они у нас будут толкать большинство полезных законов. И стоит, наверное, уже начать улучшить отношения с великими державами, чтобы, ну, как бы, возможно, союзников найти, возможно, просто, чтобы они нигде не поучаствовали против нас. А вот, собственно говоря, первая сторона просто сдалась. Теперь давайте то же самое с Черкесией. Теоретически, там могут их поддержать турки, и они могут реально поддержать. Но мы, как бы, не боимся. Если нужно, мы с ними просто отвоюем. Кстати говоря, ставить последние технологии, в любом случае, да, турки реально заходят. Ну, просто добавим новые косыбели и победим турков. Но мы не сильно жадные. Добавили репарации, добруджу и карс. То есть чуть-чуть их границы подкушать. Скорее всего, они не отступят, хотя шанс этого есть. Да, тогда мы просто так получим бесчестье. Что не очень приятный исход события. Но нормально. И подведем войска, если они реально и будут отступать, и начнется война. Потихоньку мы подстраиваем все эти железо и инструменты, потому что именно это у нас сейчас очень пользуется спросом. Затем начнем тут подстраивать, возможно, дерево или еще что-то. И, на самом деле, когда инструментов станет чуть побольше, да, нам нужно реально очень много инструментов, мы начнем производственные методы здесь менять на инструменты тоже. Кстати говоря, я думаю, я подраспущу лоту. Сколько вообще они у нас туда? По 1000. То есть где-то по 200 за кораблик они снимают. Нам сейчас лот не нужен. И я не думаю, что он нам в ближайшее время понадобится, да. Поэтому большее число-то я подраспущу. Ну и тут мы, кстати говоря, стягиваем войска потихоньку. Вот война началась, сразу начинаются битвы. Два против трех, здесь 400 почти тысяч солдат. Два против трех сражаются, две тысячи против трех. Ну, окей. И что тут у нас? Какие тут статы у него? Пожалуй, я отвалю его на защиту. О, профессиональная полиция. Блин, жалко, что не армия. Ну, что поделать. Таким вот образом. И оно не будет принято. Так что отменяем. И посмотрим, что мы еще пока можем. Пока что ничего. Так что просто следим-ждем, наверное. Пока вот эти вот дебафы спадут. И можно немножко повысить зарплаты военным, чтобы они воевали получше. Собственно говоря, лояльность. Вот сейчас один съесть. Получится тогда не баф. И нормально будет. Только по неизвестной мне причине у нас просто невероятно неудачные проки по количеству. 5-15. Еще другие тоже так себе. Что-то очень странное вот с этим происходит. Но что поделать. Так, в Черкесии создалось и осталось только Турцию пробить и получить наши, собственно говоря, целевоинные с Турцией. Кстати говоря, у меня немножко дата откатилась, потому что игра вылетела. Как неожиданно и неприятно. Здесь, кстати говоря, в горах проходят битвы более-менее. А, ну вот. Казалось, что более-менее. Но по факту, по морали мы проиграли и не смогли пробиться. Но да, здесь на более узком фроте мы как-то их получше пробиваем. Очевидно, что у нас статы получше. Прокнул нам ивент на плюс лояльность. Значит, мы можем попробовать крепостное право отменить. Чем раньше мы его отменим, тем лучше. Говоря позитивные новости, здесь казахи восстали. Следовательно, мы их сможем побыстрее захватить. Единственное, надо, наверное, восстановить немножко наши людские ресурсы в батальонах. Я подозреваю, что там они задамажены. Ну да, так и есть. Как же ужасно влагает эта игра. И после этого мы можем начать наступление в Казахстане. Я то, что глянул, почему мы не можем пробиться. Это вот так, парадоксы, решили пофиксить проблему восстаний. Дать просто 400% защиты восставшим. Они вообще здоровыми. У обычных войск столько защиты не будет. А у них 400%? Что? Ну, кстати говоря, постепенно, да, вот. Османы капитулировали. Прекрасно. Теперь вся наша армия направится сюда. И я надеюсь, сможет пробиться. Сквозь эти 400% безумных. Еще мы сделаем то, что уже пора сделать. Надо строить универы. Причем, так уверенно. Сейчас подстроим 8. Посмотрим, сколько нам даст. Ну, давайте даже, в принципе, посчитаем. Нам нужно сколько? 30. Ну, 25. 27. Сюда где-то 13 примерно универов. Так, соответственно, достраиваем 13. И я думаю, в лимит мы убьемся и начнем техи лучше накачать. Плюс, самое важное, лучше распространять. Потому что мы отстаем по всем техам. И нам это поможет. Но я надеюсь, что когда у меня 268 здесь бригад, у них 12, мы будем в плюсы так обоих. Нет. 2 в 5. Почему? Да, потому. Просто. Хотим вот так. 2 в 5. 2 в 7. У нас здесь всего 268, а не 12. Битва идет 4 в 2. 4 в 5 было, извините. Что-то. Ну, допустим, посмотрим. На самом деле нет, неинтересно. И мы, я вижу, можем подстроить немножко строительность сектора. Давайте в Киеве подстроим. Это второе по населению у нас регион. Нужно будет его застраивать. Нужно уже в Москве прекращать строительство. В принципе, я и потихоньку переношу все строительство в Киев. Потому что там инфраструктура окончается. Ну, в один момент мы здесь пробьемся. Да, с потерями. Но пробьемся, потому что у них потери восполняются. Так как у нас. Кстати говоря, уволим последнего генерала дворянского собрания. Влияние их упало с 44 до 31%. Уже скоро примется профессиональная армия. Это еще у них ударит по влиянию. И там уже с ними бороться будет вполне себе реально. Кстати говоря, да, вот мы потихоньку пробиваемся уже. Там, да, у батальонов просто уже нету, собственно говоря, людей в них. И слава богу. Но 400% это какое-то безумие. Хотя бы 200 я бы мог понять. Но даже на самом деле 200 зачем? Это же типа псевдодикари, нет? А вот мы и аннексировали казахов. Прекрасно. Возможно, нам бы сюда да, инфраструктура какой-то. Вон там я вижу. Кроме того, у нас я слышал, у нас золото потом появится на Аляске. А есть он у нас уже? Да, есть. Можно подстроить сюда вот так порт. Потому что в один момент здесь будет нехватка инфраструктуры. А здесь, ну, конечно, у нас... О, профессиональная армия. Прекрасно. Это меня очень радует. И самое главное, это очень не радует дворян. Но одобрение они за это не потеряли. Постепенно они и от этих дебафов избавятся. Кроме того, у нас неплохое количество ивентов на плюс лояльность для них есть. И когда мы нажимаем крепостное право, у них все еще минус 10. Так что надо еще чуть-чуть подождать. Все равно его сейчас мы не сможем принять. Но пока что не знаем. Можно было бы попробовать сменить традиционализм хотя бы на аграрность. Это было бы уже более-менее неплохо. Кстати говоря, мы сейчас... Я думаю, поколонизируем Японию. Дело в том, что на самом деле вот этот стейт Хоккайдо очень приятный. Там есть Сера и там неплохое население. Соответственно, почему бы его тоже не поколонизировать? Стоит сразу туда поставить по порту, чтобы было снабжение, точнее, чтобы была инфраструктура для торговли. И мы наконец-таки начинаем исследовать железные дороги. Это меня не можете радовать. Всего где-то полтора года нам потребуется. Нормально. Плюс мы еще подстроим сейчас универов. Точнее, как они подзаполнились. А нет, плюс уже не будет, но мы теперь на лимите. И это неплохо. Поэтому теперь подстроить Сера, Свинца и Угля, чтобы различные производства наши улучшить. Давайте начнем, пожалуй, с Серы. Затем добавим сюда Свинца. И затем уже просто, можно сказать, на полную будем застраиваться углем. Потому что угля нам нужно будет очень много. Он нужен практически везде. После инструментов перейдем вот... А, там еще у нас железо есть, я вижу. Да, железо логично тоже нам нужно будет, пускай подстроится. Потому что оно нужно для производства инструментов. Куча других вещей. И потом начнем с Серу. Нет, супер. Параллельно, наверное, подстраивая уже заводы стали, переходя на сталь. Смотрите, кстати говоря, у нас появилось движение за отмену крепостного права. И... Да, ребят, я тоже хочу отменить крепостное право. Но пока что у нас, да, сидите, имеются дебафы. Это все вот. И нам нужно подождать. И, конечно, им не нравится недавнее откататься от закона, логично. И прямо сейчас им не нравится. Вот это вот уберется. По логике. Я делаю себе аграрность. Потому что, ну, инвестиционный пул это очень полезно. Даже если это только от аристократов. Кроме того, мы уберемся вот этот дебаф на потенциал налогообложения. Очевидно, у нас с этим некоторые проблемы есть. Кроме того, я замечу, что у нас очень много регионов не включено. Так что нам надо бы потихоньку их тоже включать обязательно. И потихоньку распространять туда наши институты. Начинать налоги платить. В общем-то, это все в пользу получать. Начинаем также строить сталь. Дело в том, что сейчас у нас следуются железные дороги. Нам нужно будет много стали начать производить. Мы начнем производить автомобильный завод, двигатели будем делать. И, кроме того, начнем... О, готово. Начнем инструменты делать из стали. Это тоже баф нет в производстве инструментов. А нам, очевидно, их нужно очень много. Аграрность у нас не принялась с 30%. И появилась революция за отмену крепостного права. Ну, что мы можем поделать? Ну, давайте. Конечно, я хочу отменить крепостное право. Другой вопрос. Получится ли успех? Очень-очень. А, смотрите, так как у нас есть еще и движение, оно дополнительно поддерживает, да? Принятие закона. Только я чувствую, что движение будет сейчас подраспадаться. Но надеюсь, это не так работает. Иначе... Очень грустно. Но, судя по всему, это движение нам очень кстати. И мы реально сможем сейчас принять крепостное право. Точнее, отменить, конечно же. Смотрите, даже дворяне как бы относятся нормально. Нам тоже с этим неплохо везет. Потому что у нас вот там есть буквально минимальный баф. Кстати говоря, свойства лидера бандит. Это у этого парня, да? О, да. Они находятся в правительстве, поэтому они получают плюс два. Достаточно приятно. Но с первого раза не прокнула. Надеюсь, хотя бы со второго прокнет. Там, кстати говоря, Пруссия бесится и дерется с Австрией. Вопрос за что? Просто война. Я думал, это объединение Германии. Нет, это просто реально война с Ганновером. Австрия решила защитить Ганновер. Забавно. И со второго раза нам повезло. Крепостное право. Все. Теперь наше население может потихоньку вздохнуть из покоя. Свободно. И дворянское собрание очень себя уже так чувствует. Не уверенно. Посмотрите. 44, а теперь 24. Они растеряли все свое влияние. И мы можем теперь нормально и законно пытаться пропустить. Но нам на самом деле самое главное государственную школу поставить как можно раньше. Насимпиризм распространяется. Давайте его еще дополнительно исследовать. Я даже не знаю, как долго мы его будем исследовать. 3-5 месяцев. Можно попробовать какой-нибудь закон пропустить сейчас. Допустим, я бы хотел свободную конкуренцию, очевидно. Потому что это много денег. У нас как раз промышленники стоят в правительстве. Ну и там уже, если не успеет, не получится, то, конечно, мы... Ага. Дворение. Не дадут нам это сделать. Тогда подождем, собственно говоря, других законов. А точнее образование. Забавно, но факт. Теперь у нас радикалы... Собственно говоря... От дворян идут. И я даже не уверен, что нам сделать, чтобы это поправить. Наверное, давайте нажмем так. И, ну... Не пропустить закон легко. Мы сделаем вот так. Когда революция пропадет, мы вернем их обратно в правительство. И просто перестанем принимать этот закон. Пока они не в правительстве, все равно легитимности нету. Поэтому у закона шансов быть принятым, как бы, ну... Можно сказать, особо-то и нету. Теперь мы их возвращаем сюда и убираем принятие закона. Да, радикализма нету. Все отлично. И мы начинаем строить железные дороги. Наконец-таки. И перед этим, конечно, нам стоит еще построить... Давайте-ка посмотрим, у нас же нету нигде. Наверное, нету нигде. Построить немножко автомобильных заводов. Чтобы они для железных дорог этих делали двигатели. Вот у нас есть образование. Давайте попробуем теперь принять образование. А вот есть одна проблемка. Нам нужно сначала государственную религию убрать. Вот это вот закон. А это проблематично. Это реально проблематично. Значит, образование мы прямо сейчас поставить не сможем. Видите, здесь... Во-первых, они радикализуются, что для нас, как бы, ну... Не подойдет. Они опять революцию захотят. А во-вторых, ну, только интеллигенты поддерживают. А интеллигентов у нас недостаточно пока что еще. Можно было бы, конечно, религиозную школу хотя бы, да, сделать. Хотя бы. И знаете, мы пойдем на это. Мы пойдем на это, потому что они все равно дают столько же образования. Единственное, они дают еще политическую силу православным. Но это нормальный размен. Нам очень нужно образование. Нам очень нужно поднимать грамотность населения. Немножко химии появилось. Мы сейчас все сделаем теперь удобрения дополнительные. И можно их будет куда-нибудь потратить. Ну, допустим, куда мы хотим? Больше зерна? Либо здесь что будет? Больше того же зерна. Ну, вот здесь будет меньше зерна. Давайте сюда поставим. Так. И инструменты обязательно везде добавляем. Собственно говоря, можно даже немножко вон перевозок добавить куда-то. Хотя у нас так уж и много ЖД, поэтому на что-то очень маленькое. И, наверное, можно сделать то, о чем я говорил. Инструменты сюда поставить. Вместе с этим повысить до них спрос, чтобы они были все еще выгодные. И обязательно достроить сталь. Потому что нам сейчас нужно будет много стали. Все это не должно мешать нам перед этим построить железнодороги и для них построить автомобильные заводы. Ну, вообще, я думаю, на этом можно серию подзакончить. Мы, в принципе, кое-какую промышленность подняли. Ну, ВВП у нас пока особо и не вырос. У нас потому что все, что у нас строится, это мы просто что-то базовое делаем. Кроме того, мы только-только отменили крепостное право. Наша образованность все еще низкая. Нужно его обязательно повышать. Так что есть еще нам что делать, куда расти. Собственно говоря, да, с ВВП у нас особого прогресса какое-то время начальное не будет. Но, в любом случае, ребят, с вами был Довгай. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Пока.